Ну а теперь наша новая рубрика удаленка. И сегодня вы узнаете, как дистанционно и самое главное понятно провести лабораторную работу по теме интеллектуальной системы автоматического контроля управления. Насколько крепкими нервами нужно обладать, чтобы работать диспетчером в крупнейшей газотранспортной компании? И стоит ли вызывать полицию, если за стенкой репетирует скрипач? Про будни в самоизоляции и методы работы в условиях пандемии расскажет Иннокентий Коломеец. В особом режиме работает диспетчерское предприятие «Газпром Трансгаз Томск». Большая часть персонала трудится на удаленке, а на рабочих местах лишь те сотрудники, от которых зависит непрерывная транспортировка газа до потребителей. Высокий уровень телемеханизации объектов позволяет осуществлять управление дистанционно, без дополнительного привлечения персонала на местах. От труда этих специалистов зависит бесперебойная работа сложной системы газопровода, которая охватывает аж 14 регионов. От Томска до Камчатки и от Нижневартовска до Горного Алтая. Когда занятие соседа на скрипке не повод стучать по батарее. Может быть это разминается концертмейстер Томского симфонического оркестра. Для Семена Промае, впрочем, как и для остальных музыкантов областной филармонии, не самая спокойная обстановка в мире стала подходящим временем для отработки материала. Мы учим программы наших онлайн-концертов и с нетерпением ждем возможности встретиться вживую с нашей любимой томской публикой. И пусть виртуальные концерты не дают в полной мере нужной атмосферы, зато позволяют не расставаться с любимыми артистами. То, что лекция виртуальная, это не повод носить пижамы и майки. Так что муки выбора классических аксессуаров для преподавателя Томского политехнического Андрея Коломейцева никуда не делись. Из менее привычных элементов гардероба налобная камера, чтобы студенты могли следить за руками лектора. Высокие технологии и никакого мошенничества. Все видно и слышно, замечательно. Так, давал вам задание почитать про фильтры. Ассистент отделения электронной инженерии преподает из дома лабораторные работы по таким сложным дисциплинам, как схемотехника и интеллектуальные системы автоматического контроля и управления. В вебинаре студенты и преподаватель обсуждают программу занятия, проводят моделирование в симуляторе, ну а затем Андрей собирает экспериментальную схему и демонстрирует ее работу своим студентам. Все эти фильтры, которые мы рассмотрим, фильтры второго порядка, то есть у них достаточно, ну они достаточно простые в изготовлении. Вот, мне сейчас понадобится конденсатор на 1,6 и на 16 нанофарад. Так, а я, кстати, забыл включить записи, давайте я записи включу. Издержки организации рабочего места на дому – это когда во время лабораторной макетную плату может уронить любопытный код. Уже нападать собралась.